всем привет здравствуйте с вами the station еще одна часть уже 8 9 8 9 часть чернокаменной ровная серединка чернокаменной крепости я сегодня как раз проверял половина книги сегодня у нас пройдет как как не было боль как да я потом наверно ускорить потому что блин если делать 18 частей на книгу это ребор очень подробно получается но на самом деле довольно легко читается просто насыщенный там кино событиями отсылками ну и не делать гигантские части тоже имеет смысл может она просто склеить в одном гигантскую видосе надо будет часов на 6 6 но сколько там получите 7 8 минимум не как смотреть 8 часов чернокаменки да интернет нагасаки получится ладно давайте вернемся на чернокаменку тем более что началось то самое интересное там дрейк провалился в яму вернее был сброшен туда коварным навигатором выстрел у него из пистолетика за какие-то старые прегрешения марта нума вот так вот там там было нума вспомнил он нуму и дрейк грохнулся в яму и начинается новая глава с того что карвал стоит на краю этой пропасти и ждет но он не ждет когда дрейк оттуда вылезет конечно не ждет канал там разобьется одно он ждет когда наконец он почувствует удовлетворение почувствует эйфорию потому что три десятилетия 30 лет он держал заставлял себя жить только ради этого момента он боролся со своим недугом недугом пока еще не понятно каким то он думает да что бы достичь вот этой цели смерти одного единственного человека во всей галактике большему никто не был интересен и сейчас вместо восторга у него внутри только пустота пустота и ничего больше да он думает что ну как же так я же достиг цели всей своей жизни 30 лет я к этому шел и я убил его и даже никто не подумает на меня потому что труп не найдут скорее всего никто не видел что произошло но упал упал человек это чернокаменная крепость ну грохнулся в яму шел шел упал вот и никто его не найдет никогда и точно умрет потому что все он один даже если он там вдруг упадет на мягкую перинку то не выживет центр чернокаменко это нереально вот и он понял другое он думал что сейчас вот уже ему будет не важно что же с ним а он понял другое что он хочет жить дальше то есть вот это вот то что он исполнил свою цель подтолкнула его увеличить жажда жизни в нем проснулась потому что потому что он ну как бы не очень хорошо себя чувствует он у себя на грудь чувствует что кожа и плоть под его костюмом она пузырится вскипает прямо внутри он сдерживает это и он чувствует что уже все он уже на краю находится и он думает ну хорошо даже если еще чуть-чуть поживу как я буду таким жить и он достает из кармана такой ну шприц-пистолет большой металлический кита застает пробирки несколько пробирочек вот расстегивает ну снимается кафтан под ним у него камеру комбинезоном поднимает вот нижнюю поддевку такую и смотрят на свою грудь в центре его груди где вот ребра расстаются огромная яйцеобразная опухоль растет фу такая неприятная да там очень подробно кстати описано вот она прямо в центре и он видит что раскрывается и оттуда глаз глазик из него рейми эвил дэд какие-то начинают демоны демоны лезут из навигатора в общем глазик смотрят на него и желтые с вертикальным узким зрачком ну как полагается в общем то и он берет этот шприц втыкает прямо себе в глаз в этот вот который у него из груди растет и вытягивает ну высасывает жидкостью и у него остается такая рана на груди и когда он это делает ниже прям вот живота начнет как будто рот такой хочет закричать но еще не сформировавшийся до конца и он конечно не хорошо совсем вот и он высасывает эту жидкость и в пробирочку сливает и пробирочку убирает к себе в подсумок где уже много таких скопилось ближе из этого ну из таких вот нарывов адамок милкшейк до которые у него по всему телу на из другого кармана достает баночку с какой-то мазью вонючей видимо такой неприятный потому что едкой когда он натирает вот эту рану оставшуюся на груди у него кожа начинает грубеть ну как бы ожог такой появляется но рубцуется сразу ткань и он значит видит вот как этот рот там что-то пытается говорить у него сквозь кожу внутри и тоже начинает но намазывает мазью и он тоже там грубеет рубцуется ткань и значит покрывается волдырями и вот это все пропадает значит у него внутрь куда-то как будто бы он загоняет и сам себе говорит что блин не думал что у меня так мало времени осталось как бы уже уже все ну в общем он видимо какими-то демонами держим кто-то внутри него живет но навигатор он свар касался варпа и наверное что не очень успеем добыл какой-то не очень успешный вот в общем никто дырма для него арк да и единственное что вот а после этого чем он думает что блин дрейк мертв но я-то еще живой и там же хранилище где как говорит тадеуш можно все что угодно получить и может быть я смогу еще немного подавлять себе эти мутации дойду до хранилища и меня там исцелят изгонят демона из меня и опять стану навигатор монолит такой да вот и он думает что ну ладно чего уж потерплю еще чуть-чуть принципе он наверно мог бы пули все в лоб пустить но нет он думает что раз уж он так далеко зашел и хранилище по сути за углом он бежит сторону значит лестницы куда ушла команда кричит тадеуш тадеуш зовет их ну чтобы они его подождали и думает на ходу что лучше что я что я могу искать да дрейк мы шли на нас напали и я пытался его спасти он упал в пропасть ну как бы все а вот я ну мы все равно идем хранилище тем более что им ты без него в общем то не очень хорошо потому что вот это вот ментальные атаки чернокаменной крепости на их разум они могут продолжаться поэтому общем то ну и проверять конечно никто не будет да и он кричит что помогите на нас напали где же вы вернитесь вернитесь бежит туда кричит всем но вот но вот этот зал с колоннами вдруг начинает перестраиваться колонны начинают трястись сжим ну как-то путь которого там бежит путь начиная закрываться он поворачиваю страну начать меняться вот этот лабиринт вот и все вот это вот начинает вращаться то есть ну знаешь как внутри калейдоскопа все перекручивается вверх становится низом он оказывается что бежит по потолку яма которую грохнулся дрейк она вообще закрывается и исчезает меняется вообще рельеф местности и вместо вот большого зал получать к треугольные комнаты он находится на полу гладком ровным зеркальным под собой не зеркальным право под собой он видит членов своей команды аудус он стучит на этот пол зовет их они его не слышат он кричит тадеуш тадеуш тучит в этот пол рукоятка лазерного пистолета меняется дальше рельеф этого зала до полностью сдвигается все это и вместо уже треугольной комнаты какой-то коридор а он не понимает где он находится потому что ну все изменилась конфигурация и все куда-то делась все куда-то делась и беда в том что он значит своими криками видимо и стучанием по стенам по полу активирует какие-то защитные системы чернокаменной крепости это вдали до него доносится голос тадеуша где-то где-то вот идет по коридору там но на вы естественно не видит да он слышит как его зовут да как зовут дрейка и видит даже что вот за одной из стен пробегают фигуры но они его не видят не слышат очень странно как-то такое вот ощущение как будто ты попал в какой-то вот ну действительно зазеркалье вот он бьет рукояткой пистолет на лиц разбить видимо уже эту поверхность но ничего не происходит он берет себя в руки начинает ходить взад вперед успокаивается думаешь что ну дрейк ты мертв все я ну моя вендетта исполнена и ну блин конечно не очень хорошо получилось что я отбился от группы ну что мне еще остается делать и чувствует вот эти вот изменения внутри себя думает но я же могу я же навигатор у меня жизнь да я могу обратиться к варпу и ну дорогу себе посмотреть то есть где живые существа находятся я же их почувствую и смогу к ним прийти но он понимает что если он коснется варпу то его перемутации она убить усилится и он может не дожить банально уже он так находится на грани и в принципе ну ему было легко защищать остальных от варп безумия тогда создавать вот эту вот защиту но если он попробует свои силы как-то применить более в таком серьезном объеме то эта штука не одним глазиком у меня делаешься он понимает можно из себя целого демона наверно произвести на свет но в этот момент он видит что какие-то тени начинают из углов стягиваться это спину дрона активировались защитной систему чернокаменки и к нему прикормить их десятки десятки спиндл дронов вот этих вот с горящим дорогая сыграл глазиком бегут к нему прямо и он начинает от них убегать да они царапают вот этими ножками своими пол он стреляет них из пистолета вот причем попадая в кому-то в ножку она отлетает у него тут же новая такая ремонтирует себя автореперер такой и он бежит значит поэтому коридорчику прочь от спину дронов и тут видит в конце опять же коридор 3 портал внутри выхода по сути да и слышит видит какую-то неясную фигуру слышит крик по глазам стреляет по глазкам и начинают лететь снаряды в его сторону попадать в спину дронов и он видит круто с его винтовкой который с винтовкой и стреляет прямо вот в эти окулярчики до дронов выщелкивает их фактически они такие брак сразу кучкой такое падают две чувачки и падают вот причем самая фигня что крут он не выглядит как живой ну как бы как чел ну как вот как существо из плоти он как будто бы соткан вот это как его отражение такое он понимает что это опять же то же самое за зеркали то есть он вроде здесь находится ему помогает но с другой стороны крут его как бы не может дотронуться до него и свет преломляется и он так знаешь как фрактальная фигура просыпался осколками то есть как будто бы его переместила куда-то уже скотал в чернокаменьку там очень долгое вот это описание вот этих вот его вот этой визуализации да как он там уворачивается вот эти видит как он рассыпается вот этими осколками фигура вот этого круто слышит какие-то отголоски там это очень долго происходит но там несколько страниц про все про это и он значит продолжает бежать по коридору вот это вот проекция круто ему помогла немножко от ну взять замедлила дронов он зовет тадеуша конечно же на бегу вот но понимает очень да что в общем то все равно да если он не найдет тогда он уже обречен сто процентов либо у спину дрона сожрут либо он умрет от этого перерождения плоти своего ничего не поделать и он значит выбирает один из трех вот этих портальчиков бежит по коридору дроны за ним бегут 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 и он прибегает в конец расширяется этот коридор и приходит такой как ну там написано там атриум это называется ну по сути какую-то комнату тупик на самом деле просто конец пути и он понимает что бежать это больше некуда и дрончики подбираются ближе ближе к нему вот уже он берет достает но у него у вас пистолете кончается у меня заряда садится батарея достает свою трость активирует ее то есть у него power кейн такой power жезл ну в общем и начинает от них отбиваться палкой фактически от этих дронов но он надеется да надеется что еще вот чуть-чуть он сможет продержаться но ничего не получается дрон на него наваливаться со всех сторон цепляется вот он этот шлем пытаются содрать с него шлем и протыкают ему плоть своими коготками он чувствует как у него трещат вот эти вот ну все его слои одежды в ногу там втыкаются дрони коготок они кружат вокруг него собирается набросить сейчас раздражать русля ли просто его и все да но нет они его вот пытаются располосовать и в этот момент он понимает что единственный его шанс это конечно же обратиться к силам варпа он открывается третий глаз и дрон знаешь как матрица агенты смита разлетелись они такие в замедленном вокруг него вы разлетаются все время замедляется и он как будто видите со стороны как вот он стоит вокруг него эти обломки дронов медленно время сломала таком летают потом он видишь а с одной точки там раз с другой точки сеть то есть с двух точек на себя смотрят потом с трех с четырех с пяти шести и у него как бы ну такое множественное зрение причем он видит свою фигуру и много-много-много-много точек зрения все это не в голове складывается в какую-то невообразимую картину и в итоге вот там очень тоже странно описывать знаешь как будто тоже опять же он разваливается на кучу-кучу-кучу вот этих точек зрения как в калейдоскопе на осколке исчезает видимо его вот варп поглощает себя пока непонятно как да то есть он в конку ну настолько много у него он стал настолько много плюс точек зрения что он в итоге уменьшился до размера уже молекулу ну там вот это вся глава на чем-то похоже на помнишь в интерстелларе сцену где он там в квантовом пространстве находился вот здесь то же самое в конце и он перестает ну там уже перестал существовать ужас вот воспользовался силами варпа вот такая вот история каруал на данном этапе дает конец главы 1 из вот этот его монолог о своей грустной жизни и побег от дрон а дальше дрейк он как алиса у льюиса кэрролла падает вниз через этот колодец бесконечный у него значит кровь брыжет из его простреленного плеча вот он падает вниз но как бы ну как на то нет просто падает куда-то он просто падает куда-то причем поскольку он уже не в зоне действия вот этой психическая аура корвала у него безумие начинает опять прокрадываться в его голову он дрейфует по скажем в чертогах своего разума по волнам воспоминаний и вспоминает имя конечно же нума что за нума да и ему казалось что он давно это уже должен забыть и не вспоминать об этом оставить это позади но нет он думает а как карвал то про это узнал откуда он знает и может он знает только имя ну откуда он знает что он сделал а что он сделал он вспоминает отца своего который бы говорит что никто никогда об этом не узнает и голос расстроенный и он выводит дрейка из дуэльной клетки видимо дрейк с кем-то дрался на дуэли и убил его судя по всему и он говорит ему да что не будут тебя судить да и навигатор ну дом навигаторов нума это фамилия на самом деле фамилия дом одного дома навигаторов видимо с кем-то он там дрался на дуэли его убил он говорит что навигаторы не будут выдвигать обвинения против то что вы оба виноваты ну доли вдали если вы сражаетесь в дуэльной клетке то один видимо бросил вызов другой принял ну в общем никто тебя судить не будет но тебя изгонят ты должен уйти но это вот история из прошлой главы да что действительно дрейку пришлось с терры улетать уходи хотя он был наследником большого богатого дома вот и тот говорит а почему почему я должен уйти то и отец смотрят на него и он понимает что он ну не скажет конечно ему это в лицо но он опозорил свою семью эти стыдится его что у него такой сын на самом деле да и он продолжает падать он ощущает себя опять вот в этом полете скажем тогда вниз куда-то и понимать что он уже не на тере он black stone и и да нету навигатора который мог бы защитить его разум от этого всего и только вспоминает опять теру опять отца только более свой ранний возраст когда ему было шесть лет он куда-то там может бежал что-то делал и упал очень сильно ударился поранил себе ногу и отец его успокаивает да что говорит что да боль это ерунда как бы да только боль реально и ты будешь можешь ее перетерпеть ну как обычно ребенок успокаивает да говорит что ничего страшного до свадьбы заживет примерно так он ему говорит да и он говорит что если даже ты как бы чувствуешь боль это хорошо потому что значит и живой и это правда но если бы ты более не чувствовал тут бы были проблемы а так все нормально ну заживет ничего страшного и говорит только этому то и можно чувству доверять в этом мире он вспоминает эту сцену и пытается соорио стоишься на чем на своей боли более в плече продырявленным разрядом лаз пистолета да он чувствует как хлопают поло его вот этого камзола как у него очень сильно болит обожженное плечо разорванные мышцы простреляны разрядом и он понимает что он блокстолу не падает куда-то вниз вот начинает осматриваться он продолжает падать это долго продолжается несколько минут уже он осматривается активирует свой bio имплантант ну вот этот вот бионический глаз и понимаешь очень странно с одной стороны вроде стена какая-то а с другой он как будто то есть он падает в таком колодце гигантском и с одной стороны стены какие-то странные вот из этих чернокаменных вот этого черного материал blackstone а с другой стороны почему-то это борт имперского корабля очень старого древнего то есть он падает вдоль огромного просто борта корабельного какого-то который видимо в это чернокаменки каким-то образом оказался ну как спейс халки срастила эти корабли там какой там была в игрушке вангард называлась до корабли залетали в другой корабль вот здесь он видит вот такую штуку и он такой блин ну странно да это броня она очень древняя потому что она опалена вот этими вот вихрями вар по какими-то наростами странными да явно да как там раз ну попали попадали в эту штуку когда-то выстрелы то есть но это очень старый древний и разбитый корабль вот и как он тут оказался непонятно он понимает что это очень архаичная конструкция очень древние ну блин корабль размером с город внутри чернокаменный размером с луну небольшую ноги бывает хорошо да и ему это напоминает что как будто бы как бы огромный космический левиафан сожрал вот этот корабль он теперь он переваривает у него в кишках вот такой у них аллюзия странная вот он воспринимает это как до кусок гниющей пищи в кишках какого-то гигантского неземного создания ну и дрейк он как истинный бэтмен и джеймс бонд у него пистолет крюк он достает пистолет крюк у него такие там катушки с тросами есть он цепляет значит катушечку с тросом к пистолету достает защита к осветительную палочку ну или какой-то вот осветительный значит химический свет активируют ее видит что да там вот какие-то элементы корабельных вот этих вот бортов стреляет крюком цепляется значится часть борта пока он но он раскручивая продолжает раскручивать трос чтобы его значит не дернула первых резко вторых не прибила об стену и стрелять вторым потом ну то есть себя цепляет стрелять вторым ты чтобы когда как на маятнике таком раскачала и значит в итоге он умудряется с помощью вот натяжение этого двух тросов себя забросить в одну и ну в один из туннелей борту этого корабля но он такой как реальный бэтмен вот и этот абордажный крюк позволяет ему там как на маятнике влететь в какой-то вот туннель в борту корабля и там значит покатился он по полу ударился конечно сильно но вроде руки целые ноги целые поднимается неплохо да лежит значит ну свернувшись чуть-чуть полежал все нормально поднимается да видит что как бы ну ничего с ним не случилось только у него кровь по-прежнему из плетя течет посидел чуть-чуть подумал такой чужой хотел меня убить вообще почему меня предал этот навигатор что случилось такое ну ладно наверное что-то знает про ну решил да ну что что он знает непонятно никого нет посидел еще в темноте вот ну шире пошилю рукой вроде чего плечо работает еще достал аптечку достал бинт обколол себя обезболивающим но это же выживальщик на чернокаменке у него все есть фактически вот перемотал себя затянула ту рану проверил значит боеприпасы в своем пистолетики и включил какой-то у него там подсветка какая-то небольшая в этом ну типа знаешь как пистолет с фонариком но есть какая-то любим подсветка в этом пистолете не очень мощная но она и включила смотрелся да действительно находится какой-то палубе валяются какие-то обломки механизмов какие-то значит кагитаторы уже давно выключены все там заржавевшие какие-то шланги кабели тоже ничего никого нет темно забытый корабль он пытается по воксу хоть с кем-то связаться но чернокаменка глушит все вокс сигналы не получается этого сделать только шипение статики в воксе и он начинает думать что ну блин что делать у меня вот только маленький по сути лучик света и он идет значит в темноте и опять у него начинаются его приходят приходы да ну воспоминания он вспоминал как ему было 11 и ну у него отец заставлял его практиковаться фехтование с утра до вечера чтобы он значит был достоин имени благородного все-таки аристократа и он очень интересно его учил значит загонял его в тренировочный зал заставил с собой спарринговать на шпагах но при всем при этом у него был там стал такой большой фонарь который освещал все это и по нажатию кнопки он хоп и закрывались творки и полностью зал был в темноте погружал то есть он с ним фехтал раз в любой выключал свет и фигачил его значит рапирой там и лишь саблей заставлял его в темноте отбиваться по сути от своих атак на самом деле вот и у него опять же раздваивается вот его сознание он видит себя на тарика достает рапиру идет по этому темному коридору ничего не видно держа рапиру в руках и вспоминает уроки отца как тот учил его фехтовать в темноте да и попутно он ему конечно вбивал в голову скажем так постулаты которыми должен руководствоваться отпрыск дома дрейков и вообще наследник такого благородного дома что честь это все для нас и раз его там сабли заставлял его значит в темноте сражаться в раску свет включил пару финтов сделал опять выключил там отмахивается от него значит пытался чтобы знать что-то запоминал какие-то стойки в итоге до дрэйк действительно стал в темноте предугадывать движение ну когда эти много дубасит во тьме ты начинаешь вроде как соображать что-то странное обучение но тем не менее и при он начал полагаться на слух прислушивался к дыханию отца к скрипу его сапог звуку как с которым шпага рассекает воздух и он так постепенно постепенно научился в темноте ориентироваться более-менее по вот каким-то косвенным признакам не используя зрение и в целом да в итоге он понял что если долго находиться в темноте то глаза привыкают темноте и постепенно постепенно как начинает даже более-менее ориентироваться да и видеть ну запоминать место видел помещение хоть немножко на туда начинаешь запоминать хотя бы его конфигурацию вот и значит он по-прежнему мне кажется что в тренировочном зале что вот там должны стоять дуэльные клетки какие-то боевые сервитеры с которой можно спарринговать но он нет он внутри звездолета да и раз ему кажется что как будто бы отец ударил его рапирой то есть ну за дело его на самом деле нет что-то нанесло ему рану какую-то вот даже с кем-то он сражается в этой темноте кто-то там есть все таки и вот это вот боль которую он не понял то ли она из прошлого то ли она из будущего приводит его в чувство опять точно из своего дрейфа вот этого по воспоминаниям возвращается и понимает что он прошел какой-то темный коридор и не то что он привык даже к свету а то что действительно откуда исходит сияние то есть становится чуть-чуть светлее постепенно и вот он по этим корабельным коридором дошел до какого-то значит портала в конце который источает его бледный очень холодный свет голубой и понимаешь туда там это по сути корабль впаян в чернокаменку потому что та стена в которой находится портал это вот именно элемент чернокаменной крепости и он понял что он просто в темноте прошел вот этими лабиринтами этого корабля на инстинктах и вышел как раз портал который приведет его к чернокаменку потом ближе ближе свет начинает усиливать уже режет глаза которые привыкли к темноте он прикрывает их рукой стискивает саблю еще сильнее и шагает прямо туда в этот портал вот и возвращается таким образом на чернокамен куда он попал пока неизвестно следующая глава не про гельмонта карвала не про дрейка про наших приключенцев вернее про out про пилота про женщину пилота на самом деле там так написано в книжке что сначала начинаю считать кусок да там два три абзаца ты читаешь не очень пеша когда это сейчас потом или это тип ну какой-то флэшбэк да она говорит с каким-то человеком тоже пилотом потому что он стоит вот в этом летном костюме с трубками ну которые подключают или то есть они она служила на в имперском флоте пилотом истребителя бомбардили бомбардировщика но вот этими пилотами которые imperial navy короче пилот и он значит стоит перед ней другой пилот его зовут альмадат альмадат он тоже вот в этом костюмчике и он говорит что они всех убьют они убьют всех нас он держит ее за плечи у него дрожат руки бледное лицо напоминает что находится на посадочной палубе большого имперского крейсера бенедиктус ну видимо крейсер на котором она служила там стоят какие-то бомбардировщики истребители ну вот эти атмосферные самолеты мародеры тандерболты и прочее да и это пусковой отсек посадочная палуба откуда вылетают на задание вот эти самолетики у них там никого нет кроме них вернее других пилотов там нет там есть какие-то рабочие сервитеры которые занимаются своими делами четко ковыряются в этих самолетах шланги какие-то подключают заправляют их видимо и она говорит чего ты чудо бредишь что ты имеешь ввиду кого они убивают вот да она снимает шлем она видимо только что-либо прилетела то ли еще что-то но ты вот не очень понятно потому что там описывается сразу так а вот вы здесь с места в карьер и он говорит что командор командующий все испортил артыгаль он все испортил команды артыгаль это тот командир который отдал приказ разбомбить планету помнишь самом начале вернее не разбомбить по это уничтожить позиции имперских войск которые столкнулись вот с этим зараженным губернатором директором и да она видит что он ее куда-то ведет вот этот альмадат он ее козе горит и она п что он подводит к шатлу одному из шаттлов который заправлен полностью готов к взлету с нее все сняты вот эти там заглушки он полностью подготовлен к вылету и он горит так подталкивает и даже туда она идет за ним и странно да действительно пилотов нет на палубе хотя вроде ну только что они вернулись боевого задания а он и продолжает что бормотать игры что зря все это было зря мы всех зря убили там там на планете мы зря это сделали зря убили всех на себе пусть и prime зря разбомбили позиции я как раз был псайкер лейтенант и все остальные и он продолжает игры что типа то что мы должны были уничтожить зараженные псайкер вот этих которых которые были заражены вот странно чумой ничего я вот этим демоничеством они уже типа улетели с планеты когда вы бомбардировали их позиции да они губернатор это был отвлекающий маневр по факту и вот эти вот странные псайкеры они уже на каком-то планетарном типа суборбитальном грузовике ну лихтере они типа пережили взрывы и улетели то есть мы зря там убили по сути наши войска да они все говорит он погибли напрасно и он стоит рядом с ней она видишь что у него кровь начинает проливать к лицу то есть он злится на эту ситуацию он забывает о том что только что боялся что только что они были вынуждены прятаться там на этой посадочной палубе и говорит что команды он общался с губернатором он все знал на самом деле награды не может у нас команды быть еретиком такое невозможно никак такого не да действительно это же вархаммер да он говорит ну типа нет ну конечно не еретик но он изначально поддерживал губернатора и в итоге да когда все повстанцы вот уже были собраны в одном месте когда они готовились вот эти войска больше залезают там на эту башню готовые были нанести удар то прилетели истребители их звено бомбардировщиков истребителей и все разбомбило а теперь говорит мы убили войска там на планете да плотно все мертвы никого не осталось и теперь нас здесь всех убивают пилотов на корабле мы вернулись и теперь здесь людей казнят приходят комиссары вы были на вылете пройдемте и в лоб тебе стреляет в общем уничтожают тех кто был свидетелем вот это вот неудачный и видимо бессмысленный как он и объясняет этот альмадат операции что обманщик артегаль был обманщиком и лжецом и по его приказу теперь пытаются все это дело скрыть и он когда это говорит вдруг он замолкает она смотрит на него у него на груди так кровь растекает слова не просто мне только дырочка и от начинает кровь он еще одна потом еще одна я надеюсь что к ним бегут гвардейцы которые стреляют из лазганов через весь ангар и он падает этот пилот на пол и она оглядывается и куда-то пытается зато шаттл убежать а были бы звездные войны сразу поняла бы ну могло бы да и она понимает что единственный шанс это забираться шаттл ну вот в этот челнок которому ее подвел пилот и она по лесенке приставной лет залезает в кабину попадает там выстрелы лазганчиков эту лесенку на сбивает краску с обшивки на залезает захлопывает люк ну вот этот кокпит уже садится включает элементы управления и тут видишь что рядом с ней сидит ее напарник этот альмадад который вроде как мертв но он сидит рядом все игры что мы уже уже у цели и она понимает что типа да нет тебя убили и это не он говорит мы у цели он говорит не своим голосом потому что это голос тадеуша и оказывается на чернокаменке то есть все опять же происходило в чертогах и разума вот эти вот воспоминания она кажется на чернокаменке она понимает что то что она вспоминала только что случилось несколько месяцев назад ну вот тогда когда вот эта военная операция шла и прочее а сейчас рядом священник они куда-то идут видят фильм ужасов там да какой-то виде значит эти коридоры чернокаменки и священник он постоянно держит свое свой розарий в руках постоянно листает музыку что-то бормочет может молитвы может маршрут вспоминает и она начинает ну у него вот этого бормотания с она слышит и начать разбирать его фразы то есть то что он что мы близко это он типа имеет ну что они уже практически пришли к хранилищу образует бормотать что типа ты не вовсе все остальное не важно и важно все остальное мученичество мученичество нас это на службе богу императору это честь это как бы ну честь для всех и она понимает что он имеет виду то что дрейк и корвал они пропали да и он имеет виду что ну подумаешь потеряли парочку человек ничего страшного он желает да и она ему только что что какое мученичество почему там да что он не отвечает он идет целенаправленно по этому коридорчику она оборачивается видит и золу видит двух оставшихся в живых гвардейцев ну и рядом конечно идет это пиа ворн со своим огнеметом думают что и куда нам теперь что двоих нету там ну ладно хорошо и зола она не очень любит она олицетворяет для нее вот этот вот империю она как значит приближенная дрейка высокопоставленная особо и она неприятно на и в принципе аудус думает что только с дрейком можно было нормально поговорить он хоть и тиранин хоть и заносчивый но нормально эти все стулья сумасшедшие то ли надуты индюки с ними общаться в общем-то особо не хочется и она смотрит на и золото игры чтобы ей мы не видели как дрейк то умер мы ничего как бы не видели комната поменялась и все да зачем зачем говорить о том что кто-то там пал мученичкой смертью и вообще ну тогда уж такое да типа говорит ну даже если они живы то скоро они будут полностью потеряны на потому что навигатор который мог бы защитить его разум он тоже куда-то делся видишь его здесь нет а значит как бы ну и нам грозит тоже опасность он такой к ворн поворачивается ты да как она такая ваше высокопрещенство вроде ничего не так плохо как прошлый раз говорит что те катехизисы которые мы решили с вами что помогут нам сосредоточиться и не отвлекаться вроде как помогают я читаю молитвы и мне нормально сайта логия я вроде ничего ну тогда уж смотрят на женщин так сила веры то какая без таких навигаторов справимся идемте идемте мы уже близко пройти ну вот но и золо его ставят говорит что ваше высокопрещенство но куда там же да мы не можем дрейка бросить он же не сможет без нас вернуться на корабль да давайте его поищем ну потому что мы же все идем к одной цели да ну наверно тоже идет куда-то туда примерно давайте его поищем вот он как мы его поищем то ведь а мы это чего вообще если бы мы могли в принципе да ну мы постарались но как есть невозможно никого найти да и аудус говорит довел он прав если мы идем хранилище мы идем туда и в общем вместе со священником и ну что делать нельзя разделять отряды нельзя тем более возвращаться потому что если мы вернемся нас опять может вот эту гадость напасть и мы с ума сойдем но и золо говорит что блин но это старший сын старший сын дома дрейков нельзя его так бросить на чернокаменке и не можем потерять такого господина ну мы понимаем что ты хочешь о нем позаботиться да но он в принципе сам справиться и найдет выход если что подождет нас на корабль конце концов если выжил ничего с ним не случилось вернется на корабль и будет там сидеть нас ждать золо говорит но я могу хорошо и выйдите я вот возьму гвардейцев и пойду его поищу им бы вас типа подождем на кораблике золото когда не надо с гвардейцами как-то вот лучше и вообще разделяться от плохая идея но это больше как фильмах ужасов пойдем давайте разделимся по одному пойдем у нас маньяк переловит но она в общем-то логично размышляет что да не надо разделяться да и с двумя даже гвардейцами все равно надежнее чем без 2 уходеется что логично и говорит что ну блин последний раз он был с навигатором поэтому как бы этот парень вообще навигатор они разбираются в варпе во всей херне такой да и в целом смог бы они в более выигрышной ситуации потому что значит они защищены от этих всяких дел от этой дряни но и вполне себе я уверен карвал он найдет способ вернуться вместе с дрейком на корабль ну они не знают куда идти они же не с нами но хотя бы попробует вернуться на корабль там нас подождут чё уж там и это вот они все стоят это обсуждает и тогда уж он такой наблюдает за их разговором то есть аудус и золото тогда уж и наблюдает за их разговором такой и говорит что давайте уже заканчивайте болтать нам надо хранилище забрать тот артефакт который мы ищем очень-очень ценный и золото как ценный артефакт я же могу забрать его себе ну думать это противо себе и потом на самый край империума с ним свалить продать его купить себе целую планету а про остальных сказать что пропали на чернокаменке если он такой ценный почему же мне не взять его себе думает она вот и думает ну ладно попробуем не разочароваться в том что там нас ждет в конце а потом такая капитан дрейк высокопоставленный наследник благородного дома тоже неплохо это будет моим запасным вариантом думает что если не удастся по крайней мере может хотя бы с дома дрейк поимея немножко денежек и как бы думает х главное теперь не ошибиться в выборе правильной стороны и они отправляются дальше по чернокаменной крепости к хранилищу на этом конец 15 главы у нас это ровно середина книги заканчивается как ужастики взять до на покупок вот напомнила только такой футуристичный вот тут все да причем теперь уже вот главы реально небольшие становятся ну я не знаю как бы они вот начинают все разделились когда все были вместе как-то было компактнее теперь и много читать а теперь маленькие главки про каждого по чуть-чуть пишут теперь все по одному там практически бегают круто один дрейк один навигатор один эти еще вот толпой пока бегают но я думаю ненадолго поэтому уже посмотрим туда шума она вот может нас научить а главное удивить чернокаменная крепость потому что по сути это просто лабиринт ужаса технологически оснащенный но пустой при этом и я даже не знаю чем она еще по книге должна радовать нас просто как можно как игра она пустая скорее всего скелетиками в шкафу персонажа все да мы за пока вот все что интересного тут читаем эта история персонажей откуда зачем почему ну и вот эта глобальная история о предательстве гвардейцев я разбомбили значит планету поэтому иди может быть и там в следующей части что посмотрели подписывайтесь лайка им и ваши ставки на то что там в конце как чернокаменьки или нет все до свидания пока да не осталось